Я вам сейчас расскажу, что такое шпунтованная доска. И мы сейчас разберемся, до какой степени можно цикливать доску. Шпунтованная доска представляет собой доску, которая есть с одной стороны шип, с другой стороны паз. То есть они вот так вот вставляются друг в дружку. В этом отличие от механического замка, который мы лучше всего знаем по ламинату. То есть там защелкивается сверху вниз доска ламината. А здесь у нас в горизонтальной плоскости они сходятся друг с другом. Вот посмотрите, в данном случае здесь два вида шпунтованной доски. Массивная доска, где сплошной массив дерева. А здесь внизу у нас паркетная доска. Сверху тонкий слой шпона дуба. Потом идет средний слой сосны. И потом балансирующий состав еще в самом низу. Как вы думаете, до какой степени можно снимать верхний слой паркетной доски и массивной доски в ходе циклевки? Думаю, что с паркетной доской у вас проблем не возникает. Вот примерно до этой красной линии. А теперь давайте посмотрим на массивную доску. Как вы думаете, здесь до какой степени можно снимать верхний слой? Угадали? Давайте проверим. Посмотрите на эту красную полоску, которая появилась на слайде. Снимать можно верхний слой до тех пор, пока у нас не останется несколько миллиметров до шпунта. То есть полностью мы не можем дойти до шпунта, иначе у нас разрушится уже вот это соединение. Поэтому здесь тоже, несмотря на то, что сама доска представляет собой сплошной массив ценных пород дерева, снимать мы сверху можем лишь небольшую его часть. Продолжение следует...